Слушайте, ну хоть один адекватный человек нашелся во всем этом шабаше безумцев, или правильнее будет сказать жабаше. Миллионер Дерипаска объяснил аномальный рост цен на продукты высокими ставками по кредитам в первую очередь. Давайте процитирую олигарха. Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли, нужно посмотреть на то, что происходило последние 10-15 лет, под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать свои проекты. Вот вы знаете, к Дерипаске можно относиться как угодно, но в данном случае необходимо признать, а мужик-то прав. Частично, конечно, но он прав. Вообще об этом должны были сказать, например, Белоусов или Решетников, главные экономисты в правительстве, если кто-то не в курсе, а то и сам Мишустин, но нет. Ребятишки мелют какую-то чушь про картельный сговор ритейлеров, и он ей в очередной раз доказывает, господа не проблемы решают. Господа тупо ищут крайнего, смотри, бабка из Кузяевки на 100 литров самогона больше гнать начала, точно, из-за нее цена на сахар поперла. Цирк уехал, клоуны остались, блин, начинаем. С другой стороны, хотелось бы и Дерипаске вопрос адресовать, раз пошла такая пьянка, что ж вы, господин, хорошую картину-то до конца не дорисовали. Сказал про А, так и про БВ тоже, давай. Ах, Очкова, понимаю, ну хорошо, я тогда это вместо олигарха сделаю, в смысле дозвучу остальные причины, также приведшие к нынешней плачевной ситуации с ценами. Для начала хочу показать вам фрагмент своей же собственной программы 27 февраля текущего года. Внимание на экран. В России закрываются сразу пять заводов по производству сахара. Вы не ослышались, пять сахарных заводов. Это не какие-то там маленькие цеха или производственные площадки средней руки. Пять огромных предприятий в Башкирии, в Татарстане, в Тульской области и в Краснодарском крае. Пятый, Садовский, это в Воронежской губернии, уже не работает. Мы работать согласны. Откройте что-нибудь нам на этом месте. Создайте. Вы рушите все. Вы создайте. Они же ничего не делают. Создайте. Вот хвалится. Там, там. Мы не видим это. Создайте. Смешнее, впрочем, другое. Псевдоэксперты тогда раздавали интервью пропагандистам направо и налево, уверяя, ничего страшного не происходит. Мол, это нормально, это рынок, и он диктует свои условия. Не нужно России столько сахара, вот и все. А то, что журналисты и блогеры из интернета типа тревогу бьют, да волну они гонят. Разве не видите? Это ж проплаченные агенты Госдепа. Им лишь бы гадости говорить про эффективные меры управления наших эффективных управленцев. Прошло 10 месяцев, друзья. Даже не год. 10 месяцев всего. Этот год все еще продолжается. Цена на сахар плюс 150 процентов. И те же недоэксперты теперь визжат. Ой, как же так получилось? Начальство их ругает. Мы ведем мониторинг, да? А рост цен на сахар, он происходит в течение нескольких месяцев. Мы же понимаем, что в этих условиях сегодня падает покупательная способность населения. Постоянно об этом говорим. Реальные располагаемые доходы упали на сколько там? На 3% с лишним. То есть они сперва 5 крупных заводов уничтожили, а спустя 10 месяцев ищут причину резкого скачка цен на тот же сахар. Оригинально, а самое главное свежо, ну и конечно совершенно непонятно, каким образом можно связать оба этих события. Это реальная журналистика, дальше будет интереснее. Поехали! Кстати, там вот чуть выше Владимир Владимировича показывал фрагмент прекрасной лизаблюдской телепередачи «Москва. Кремль. Путин». Странно, но почему-то Великий Кормчий вообще не вспомнил о замечательном периоде самоизоляции, о своем гениальном решении, которым фактически переложил всю ответственность государства за граждан в условиях экономического и пандемийного кризисов на плечи работодателей, то есть коммерсантов простых. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочие с сохранением заработной платы. В итоге несколько месяцев затем предприниматели не работали, но сотрудников вынуждены были кормить за свой счет, платя зарплату в период простой, потому что Путин так сказал. Разумеется, теперь эти потери коммерсантам нужно как-то компенсировать, а как? Только за счет цены другого способа никто не предложил, государство в сторону от КАА отскочило, а у этого коммерсанта помимо зарплатных трат проценты по кредитам накапали. Долг за аренду и коммуналку висит, налоги для него никто не отменял. Конкретный пример, пожалуйста. Вот сейчас сижу в данный момент в кафе, я тут записываюсь, вы знаете, с марта по август ребята не работали от слова вообще. Сейчас не работают после 23.00, они обязаны закрываться безоговорочно. Новогодние каникулы под большим вопросом, то есть продолжают люди убытки нести, а где взять деньги-то, чтобы на плаву оставаться? Да, ребятам отодвинули сроки по обязательным платежам, но платить-то все равно придется. Прямо сейчас, в данную минуту банковский процент щелкает, счетчик мотает. Задолженность по налогам продолжает расти. Эта экономика, господа, для ее законов слова деда Вовы не указ. Как бы он там руками не разводил и каким бы удивительным не делал собственное лицо. Более того, в начале прошлой недели моим друзьям и владельцам данного кафе государство решило еще раз немного подмогнуть. 8 декабря заместитель министра финансов Лавров на совещании в Совете Федерации проговорился о планах правительства по возврату налога на, внимание, движимое имущество. Я, кстати, после этого пару дней своих друзей стебал, мол, смотрите, как здорово. Сперва вам работать и зарабатывать запретили. Теперь вот еще за пустые столы налог платить обяжут. Классно же. Все для вас, дорогие предприниматели. Куда ни плюнь. Одна сплошная помощь. Или другой пример, пожалуйста, зрительница. Обратилась она тоже предприниматель из Твери и занимается грузоперевозками. Давайте зачитаю, на что человек жалуется. С 1 января отменяют ЕНВД, единый налог на вмененные доходы взамен, предлагают патент, но это нерентабельно. Чтобы было ясно, патент это фиксированный налог. Чем-то напоминает карту оплаты мобильной связи. Помните, были такие. Так вот, в Тверской области сегодня налоговый патент на одну грузовую машину стоит 190 тысяч рублей. Не важно, отобьешься ты или нет. Будь любезен, заплати государству 190 тыр с каждой машины. Продолжаем. Они сперва запустили деловые линии. Если не ошибаюсь, компания принадлежала сыну Матвиенко. Ребята, кстати, не платят платон. Точно, про это чуть не забыл. Помимо покупки налогового патента, еще ведь за тоннаж башлять нужно дорожникам. Ну или не совсем дорожникам, а друзьям. Дальше. А еще правильные фирмы получают почти все тендеры от государства и крупных предприятий. Льготы и дотации из бюджета. Ну я думаю, вы и без меня все понимаете. Продолжать не смысла. Что происходит правильно. Кто-то решил попилить теперь еще и этот рынок. Чем это чревато? Ну, во-первых, уничтожением целого сектора малого бизнеса. Со всеми вытекающими, одни без бизнеса, а останутся другие без работы. Потерями для экономики как вариант. Во-вторых, а любая монополия всегда и неминуемо приводит к одному и тому же. К необоснованному росту цен. То есть, отчего ушли к тому и приходим. Вот вам еще один ответ на главный вопрос сегодняшнего выпуска. Знаю, знаю, уже сейчас диванные аналитики начнут орать. Ерунду говоришь. Крупные компании на любом рынке это всегда хорошо. Это стабильность. Потому что чем больше там крупных компаний, тем рынок стабильнее. А что-то та мелочевка. Она сегодня есть, завтра нет. Вот только, дорогие мои, в данном случае мы почему-то забываем о самой главной российской беде в экономике. О коррупции. Перепаска, к слову, обгоном почему-то ни словом не обмолвилась. А ну давайте я опять за него буду. А дело-то вот в чем. Когда в отрасли большая конкуренция, взяточникам сложнее. Это большое количество людей. Это масса возможностей спалиться. А если на рынке всего 2, 3, 4 фирмы останутся, красотища. Заморачиваться не нужно. Взятка чиновника сразу в статью расходов вбивается. И он получает на регулярной основе без лишних телодвижений. Вот только расходы на те взятки. А владелец даже очень крупной компании должен куда-то закладывать, куда правильно, в цену, оплачивать взятку. В конце концов придется тебе. Поэтому, ну я правда не знаю каким образом. Мишустинская братва собралась противостоять сложившейся ценовой ситуации. В этот раз взреваю никаким. Мишура и пускай не пыли в глаза. Вот и все, что мы с вами в данный момент наблюдаем. Ладно, будем посмотреть. А это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Подписывайтесь на наш второй YouTube канал. Будьте в курсе ежедневных новостей. Здесь мы оного не публикуем. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте темы, предлагайте. Поднимем и обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока.